Всем большой привет! Мы сегодня приготовим очень воздушные, нежные булочки-бриошь. Этот рецепт из какого-то ресторана, в котором работал Леша. У него, знаете, как он записан? Написан, бомбические булочки от Вавана. Я не знаю, что это такое, но уже мы сегодня будем готовить бомбические булочки от Вавана. Бриошь. Что входит в тесто для бриошь? Это мука, сахар, соль, много сливочного масла, много яиц и, конечно же, дрожжи. Бриошь может быть как десертная, если мы будем добавлять в нее корицу, возможно, даже изюм добавить. А также она может быть обеденная, не десертная. То есть из этой булочки можно даже сделать гамбургер, например. Тогда мы будем ароматизировать, грубо говоря, кунжут можно сверху посыпать. Можно также шафраном сделать. И сегодня мы будем работать с дрожжами, корицей и кунжутом от торговой марки Мастер Дак. Я уже рассказывала вам про корицу от этой торговой марки. И помните, я вам говорила, что она просто бомбическая. И что качество приправ можно реально по корице определять. Потому что так много бывает, что просто какой-то, чуть ли я не знаю, корот дерево какого-то от дуба пахнет сюда. Или вообще мусором прям пахнет. Очень качественная и недорогая корица. И, кстати говоря, вот эти вот приправы, они все сейчас представлены. Именно вот десертные, да, дрожжи, кунжут, корица, разрыхлитель. Все вот эти специи, они сейчас представлены в ВТК. Поэтому ссылка будет, как всегда, в описании. Вы с легкостью их можете купить там. Также онлайн, доставка в любые города и страны. И также... А, ну и, конечно, прийти в магазин. Итак, я пока откладываю кунжут и корицу. Они нам пригодятся чуть позже. А дрожжи пригодятся прямо сейчас. Способ приготовления... Ой, приготовление, ну просто... Ну крайне просто. Очень-очень просто. Самое главное, когда мы готовим бриошь, это тесто медленно и очень-очень долго вымешивать нужно. Вот это вот единственное правило. Я буду вмешивать с помощью тестомеса, миксера моего, на которого... у которого установлена насадка крюк. Вот. Если у вас нет миксера, делаем рукаве, ничего страшного. Так же отлично все получится. Итак, у меня здесь в деже миксера уже просеянная мука. Муку обязательно просеиваем, чтобы она у нас насытилась кислородом, стала разрыхленной, не было никаких комочков. Какая у нас последовательность действий? Сначала я сюда закидываю в дежу все сухие ингредиенты, они у нас перемешиваются, и затем мы вводим мокрое. Ну, грубо говоря, да, я сейчас сказала. Это у нас сливочное масло комнатной температуры и яйца. Яйца также должны быть комнатной температуры, потому что у нас нет жидкости в этом тесте. И дрожжи у нас должны разойтись, понимаете? И должны, соответственно, теплая среда должна быть, соответственно. Яйца и масло теплые, комнатной температуры. Итак, поехали! Так, в первую очередь я добавляю сейчас сюда дрожжи на муку. Затем соль и сахарный песок. Все, и я включаю миксер на маленькую скорость. И как я уже вам говорила много раз, что фокус шикарного, отличного теста, это именно в медленном перемешивании. Мы не можем сейчас вот врубить во всю вот так вот миксер и перемешивать таким образом тесто. У нас должен быть эффект рук. Мы же вот так руками с вами не можем делать? Не можем. Мы можем вот так вот медленно вымешивать. Так, и сейчас я добавляю сюда по одному, вожу уже яйца. И сейчас я ввожу сюда сливочное масло, комнатной температуры. Сейчас со стенок все у нас соберется. Смотрите, все ингредиенты у нас уже здесь. Со стенок, дрожжи, мука, вот это вот все у нас уже попадало сюда. Я сейчас включаю на медленную скорость миксера, вот на такую примерно. Сейчас хочу включить, чтобы вы увидели, что вот нет ускорения и как это примерно. На моем миксере это отметка 1. Ну, можно там полтора даже сделать. Полтора, наверное, да. И вот так вот оставляем минимум на 15 минут. 15 минут тесто вот так должно у нас перемешиваться. Если нет миксера, то, соответственно, перемешиваем 15 минут руками. Тесто должно быть однородным и эластичным. Оно полностью будет отходить от стенок дежи, и вы это вот почувствуете, этот момент. Ну что ж, друзья, посмотрите, какое восхитительное желтенькое тесто у нас получилось. Оно уже полностью у нас отлипает от стенок, ничего не прилипает, и вот этот вот комочек собрался вокруг крюка. Все, мы останавливаем. Смотрите, какое оно эластичное, и как оно вот так вот медленно сползает с крюка. Видите, воздушное, нежнейшее просто масляное тесто. Оно получается однородное, гладкое, глянцевое, масляное, с ним очень-очень легко работать. Посмотрите, если я оставлю его вот так на ладони, оно у меня сейчас будет вот так вот по краям стекать, и в итоге тянуться, тянуться до самого-до самого пола. Это говорит о том, что оно очень нежное и эластичное. Вот такое тесто масляное, нежное, эластичное, воздушное должно быть у бриоша. Сейчас я все это обмяла еще раз чуть-чуть так вот ручками под себя, скажем так. Вот такой вот шарик сформировала. И этот шарик я забрасываю обратно вот так в дежу. Накрываем сверху пищевой пленкой и убираем в теплое место на расстойку на 1 час. Тесто должно несколько раз увеличиться в размере, поднимется, будет просто восхитительное. И в серединке ножницами я делаю вот такую вот дырочку. Все, дырочку сделали. И оставляем тесто в теплом месте на 1 час на расстройку. Чуть позже встретимся. Наше тесто подошло, оно увеличилось в размере. Сейчас я его вываливаю на рабочую поверхность. Тут чуть-чуть я смазываю вот так вот маслом. Образовались поры красивые просто. Так, тесто собираем. И сейчас мы из теста будем формовать булочки. Так как я вам уже сказала, что часть из них у нас будет корицей, а часть будет просто с кунжутом. Те, которые с корицей, я хочу сделать в виде таких как синабончиков, улиточки такой вот и посыпать корицей. А кунжут это просто будет обычная круглая булочка, бриошь сверху с кунжутом. Это очень-очень вкусно. Немножко вот так вот обминаем. Как оно пахнет! Оно пахнет чуть-чуть куличом. Такое вот, такое же чуть-чуть похоже, знаете, тесто масляное куличное. Так, и сейчас нарезаем. Я не хочу, чтобы булочки были огромные, я хочу, чтобы они были очень аккуратные. И поэтому я тесто вытягиваю, чтобы оно такое было у меня узенькое, и я нарезала булочки. Я буду выпекать вот в этом противне, и смазываю его вот так вот растительным маслом, чтобы ничего у нас не прилипло. И теперь берем тесто. Рабочая поверхность у нас смазана ни в коем случае не мухой, а просто маслом. И вот так вот мы катаем, формуя шарики. Посмотрите, какой красивый у меня шарик, ровный, образовался. Сейчас я его кладу в мой противень. Ставим шарики друг от дружки на расстоянии примерно 1 см, потому что тесто у нас еще будет расходиться, чтобы там было место. Но они все равно бочками слипнутся, и в этом тоже будет свой шарм. Первый противень у нас готов. И сейчас что мы делаем? Мы пока не посыпаем кунжутом, ничем не смазываем, мы убираем на расстойку. Опять я покрываю пищевой пленкой. Ой, ладно, вот так вот я это сделаю. Все, и убираем в теплое место. Тесто у нас опять должно увеличиться в размере. Стать большим, пышным. Внутри у нас должны образоваться такие пузырики. И затем только мы будем выпекать. И, как я уже сказала, вторая часть теста у нас будет с корицей. И поэтому у меня здесь в тарелочке сахарный песок. И я добавляю сюда корицу. Целый пакетик. Боже, как я обожаю корицу. Этот запах, он просто невероятный какой-то. И все это мы вот так перемешиваем. Затем берем частичку теста. И также на масляном столе мы ее вот так вот вытягиваем. И теперь мы берем корицу с сахарным песком и вот так вот посыпаем. И полностью вот так вот мы обваливаем. Обваляли, вот так вот закрутили. И на противень. Так же обваляли. Такой сенобончик закрутили. Такой сенобончик закрутили. Все, посмотрите, какая красота у нас получилась. Это так же мы покрываем пищевой пленкой и убираем на расстойку. У нас такой цветочек как будто. Прошло примерно где-то 30-40 минут. И булочки, которые мы должны посыпать кунжутом, кстати, хорошо сказала, чуть не забыла. Должны посыпать кунжутом, они у нас уже поднялись и готовы для выпечки. А те, которые мы делали с корицей, они еще стоят у меня на расстойке. И поэтому в первую очередь сейчас мы забрасываем вот эти вот булочки. Будем по очереди выпекать. Я снимаю с пленку пищевую. И сейчас... Ой, как здесь тепло и влажно. Это идеальное условие для... Как раз для поднятия теста, чтобы влажно было и тепло. И сейчас у меня здесь желток. И теперь этим желтком мы смазываем наши бриоши. И сверху посыпаем кунжутом. И теперь убираем наши булочки-бриоши в духовку. Выпекаться на 180 градусов. Если в вашей духовке есть функция пара, включите пар. Они тогда получатся просто сказочные. У меня эта функция есть, и поэтому я обязательно буду ею пользоваться. Просто включаем низ вверх и пар. Все. И готовим до готовности. Но это может занять примерно 20-30 минут. Как золотистая корочка сверху у нас такая получится, значит, и внутри они тоже готовы. Итак, как я уже сказала, мы выпекали по очереди. Засунули первые булочки, которые у нас были с кунжутом. Они выпекались примерно где-то 25-30 минут. Потом засунули вторые, те, которые с корицей. И они также выпекались. Вот это вторая партия. И, соответственно, только-только я достала из духовки, это еще горячее. Вот это немножко уже остыло. Посмотрите, какая это красота. Какая глянцевая, воздушная, красивая все. Вот этот цветочек. Это реально как синамон. Можно сейчас взять, сверху размазать сливочный сыр, например, какой-то глазурью. Это будет прям булочка. Как это вкусно. Вот смотрите, на часах половина первого. Есть любители наблюдать за часами. У нас на часах. А ведь я хочу это скушать, а ведь нельзя. Давайте мы хотя бы там какую-нибудь одну булочку достанем. Потому что все еще очень горячее. Когда горячее тесто бывает, нельзя его не трогать. Нельзя его не разламывать. Ну, потому что мы нарушаем. Все внутри склеивается у нас начинает. Мне же нужно все дать отдохнуть. Мне же нужно все подергать, быстро все посмотреть. Потому что на меня вечно все не втерпешь. Поэтому хочу хоть одну булочку какую-нибудь достать и вам показать. Это уже тепленькое чуть-чуть остыло. Давайте посмотрим. Как это пахнет. Это куличиком прям пахнет. Это куличка. М next вы посмотрите. Куличка. Куличка. Оля. Куличка. Смотрите продолжение в следующей серии. И это, представляете, они еще горячие. А когда они остынут, это будет просто волшебство. Я не терплю. Конечно, мне нужно продегустировать. Конечно, я это сделаю. И между этими двумя я, конечно, выбираю сладкое. Мне нравится вот эта корочка сверху. Чудесно. Это очень вкусно. Корицу обожаю. Это восхитительно. Если, конечно, как я уже сказала, вы сверху пропитаете каким-то крем-чизом, глазурь сделаете, они тогда будут вообще просто таять во рту. Это объедение. Друзья, вот такой вот на ночь глядя рецепт у нас получился. Почему я сделала вот так вот два варианта? Я хотела вам показать, что, играя с одним и тем же тестом, мы можем делать разные вещи. То есть, замесив тесто на бриошь, по сути, булочка, хлеб, и гамбургер можно сделать, какой-нибудь там чизбургер, и также к супу подать, я не знаю, к завтраку подать со сливочным маслом и с чем-то там еще вкусненьким. И также из этого же теста можно сделать вот такие вот сладкие булки. Можно добавить изюм вот в эту вот улиточку. В общем, это вкусно. Это очень-очень вкусно. Также можно в различных формах делать, для хлеба вот эти вот, которые такие вот бывают. Фантазируйте, в общем. Все, я вас целую, обнимаю. Рецепт будет на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Также ссылки на специи и весь инвентарь, которым мы пользуемся. Все, пока-пока!